Приветствую вас, любители инструмента, на своем канале. Ну что, я готов к диалогу касаемо направлений инструмента, поэтому мы продолжаем рубрику вопрос-ответ, где я собрал по традиции часто задаваемые вопросы, которые пришли в мой адрес за последние полторы недели. Давайте начнем. Подскажите, пожалуйста, какой аналог идет для модели ПК-16У? Данная модель указано, что снято с производства. Это самый часто задаваемый вопрос на сегодняшний день. И о нем я уже, кстати, говорил, но давайте еще раз повторюсь. Аналог для модели ПК-16У – это ПК-16М, как новая серия. В этом инструменте у нас изменена геометрия рабочей головы, он стал более надежным. Также у нас коснулись изменения и храпового механизма. В предыдущем модели серии У он был у нас одинарный, здесь он у нас двойной. Модель ПК-16М, она длиннее своего аналога 16У на 30 миллиметров. А значит, если мы будем работать с наконечниками большого сечения, ну для данного инструмента это 10-16 миллиметров квадратных, действительно, это большое сечение считается. На медной жиле, если будем работать, то если нам необходимо сделать определенное количество прессовок, можно столкнуться с такой проблемой, что мы там подустали, у нас уже не будут хватать сил, но как раз из-за того, что новая модель, она длиннее, у нее больше рычаг, то есть здесь прикладывать усилие будет значительно легче, чем модель 16У. Но в модели 16М есть и такая особенность, то что диапазон для прессовки начинается от двух с половиной миллиметров. 16У он начинался от полутора, поэтому здесь будьте внимательны. ПК-16М, диапазон прессовки от двух с половиной до 16 миллиметров квадратных. Переходим к следующим вопросам. Режущие ножи в обжимном инструменте со временем приходят в негодность и подлежат замене. В вашей серии GT данная ситуация предусмотрена. Какой порядок действий при данном виде износа рабочей части инструмента, обращению в сервисный центр, самостоятельность замена или какой-либо другой вариант? Ну и так далее написано. Давайте немножко вспомним, что инструмент серии GT это своего рода пресс-клеща, который подназначен для прессовки разъемов серии RG. Вроде так, это телефон для телефонного кабеля, либо для интернет кабеля разъема. Все вот эти остальные функции, которые в этом инструменте, это такие дополнительные вкусняшки, которые, как можно сказать, это снятие изоляции, это резка провода, к примеру. Если мы вот опять же вспомним, этот инструмент работает с телефонным и компьютерным кабелем, а там у нас очень тоненькая медная жилка на самом деле. И изоляция там очень тоненькая. Там настолько тонкая изоляция, что буквально ногтем можно подцепить ее и снять эту изоляцию. Поэтому если инструмент использовать по назначению и снимать изоляцию, либо резать именно тот провод, который используется для разъемов RG, то ножи прослужат очень долго, просто несколько лет. А если, конечно, с инструментом снимать изоляцию с ПВ третьего какого-нибудь или вообще с моножила, то, конечно, да, ножи придут в быструю негодность, на них будут образовываться зазубрины. В этом случае, что могу посоветовать? Это снять ножик и самостоятельно его заточить. Потому что ножи, к сожалению, у нас этот инструмент отдельно не продаются. Потому как, еще раз повторюсь, если используют с методом назначению, они, в принципе, не убиваемые эти ножи. Но если способ заточки не подходит, значит, необходимо просто купить новый инструмент. Есть вопрос по инструменту PGRS-70. Он с автоматическим клапаном сброса на давление. Я приложу очень приличную силу, но клапан не сработает. Как я могу узнать, рабочая система или нет? Если инструмент новый, то проблем не должно быть вообще, потому что весь инструмент у нас проходит настройку системы ASD. Принцип действия ASD, на самом деле, он простой. Для чего нужен? Когда сила давления рабочей жидкости, действующая на запорную иглу, превышает противодействующие усилия пружины, клапан открывается, перепускает через себя часть потока гидравлической жидкости, не позволяет давлению достигнуть разрушающего уровня. В чем я сейчас сказал? Я сказал о том, что в инструменте есть гидроцилиндр. Из масла бака у нас поступает рабочая жидкость масла в гидроцилиндр с помощью плунжерного насоса. Далее в гидроцилиндре создается избыточное давление и оно хочет найти какой-то выход, то есть менее нагруженную стенку либо участок. Этой стеной либо участком является наш поршень или что? Оно начинает в него давить. Поршень передвигается, он упирается в нижнюю матрицу, в свою очередь матрица упирается в наконечник, наконечник упирается в верхнюю матрицу и вся эта система, вдоль рабочей головы у нас начинает двигаться до упора. Что происходит в этот момент, когда она достигла упора? У нас две матрицы начинают смыкаться, производя тем самым опрессовку нашего наконечника. В гидроцилиндре опять создается избыточное давление. Масло пытается найти уязвимое место, куда можно ему выйти. Этим уязвимым местом это и есть наш клапан автоматического сброса давления. Масло начинает давить на иглу, там идет взаимодействие с пружинкой, открывается канат и масло уходит у нас обратно в маслобак. Такой круговорот масла в инструменте происходит. ISD это предохранительный клапан, он защищает инструмент от поломки. Визуально определить точную настройку данного клапана не получится и если есть сомнения в правильности его работы, то конечно лучше стоит обратиться в сервисный центр. Переходим к следующему вопросу. Мне поступила заявка о подтверждение на наконечники tml656. К сожалению не могу грамотно ответить инициатору заявки, что такие наконечники не производятся. Можете помочь с обоснованием некорректного представленных размеров заявки. Вопрос кстати от Натальи. Даже женская половина пишет нам, чтобы разобраться в той или иной ситуации. Давайте разберемся. Смотрите, наконечник tml656. Вообще tml это медный кабельный наконечник, выполненный по ГОСТ 7386. Так бы и все. На этом можно было остановиться, придать информацию от Натальи. Сказать Натальи есть ГОСТ, в котором указаны размеры. А значит, изделие, если размеры есть, изделие производится. Если размеров нет, значит и нет такого изделия. И объяснять и копаться глубоко в этом, допустим, не стоит. Ну а давайте немножко уж, если вопрос поступил, и покопаемся в нем. Что же у нас за цифры, которые стоят после номинования? Первая шестерка говорит о том, что это номинальное сечение квадратных миллиметров. То есть tml66 это номинальное сечение. Цифра 5 это размер крепежного винта. То есть в данном случае это раз пятерка, это подвид m5. А вот следующая цифра это внутренний диаметр хвостовика. И вот в нашем случае он равен 6. Но если мы опять же посмотрим ГОСТ, вот там ближайший наконечник будет в серии tml6 5 на 4. И если мы еще раз посмотрим конструкцию этого наконечника, то мы увидим, что для наконечника tml6 на 5 наружный диаметр будет равняться 5,3 миллиметра. А вот диаметр хвостовика внутренний будет равняться 6 миллиметров. Исходя за этим данным, то что противоречит и всем условиям просто нереально быть. Поэтому, Наталья, для того, чтобы показать вашему инициатору заявки то, что он неправильно и указал, покажите ему ГОСТ 7386 и табличку, которая там представлена. Нет такого наконечника tml6 5-6. Нету. 6-5-4 есть. Переходим к следующему в опросе. И он, наверное, будет уже заключительный в сегодняшней нашей рубрике. Мне необходим ручной инструмент для обжива трубки 6 на 1 из нержавеющей стали. Коллектор системы охлаждения. Необходимо кончик этой трубки обжать со стартового внутреннего диаметра 4 миллиметра до минимум двух миллиметров, а лучше до одного или миллиметра. То есть, вообще, понимая, сплющить надо кончик. По возможности наиболее равномерно и без разрывов. Ну, то есть, выполнить завальцовку. Что-то я могу приобрести подобное в нашей такой обширной базе инструмента. Очень интересный, тоже мой странный вопрос. Есть диаметр 4 миллиметра. Его надо... Диаметр 4 миллиметра надо уменьшить до двух, а лучше до нуля, а лучше вообще до одного. Посмотрите, наш инструмент в большей степени предназначен для работы в электротехнической сфере. То есть, это наконечники, соединители, это какая-либо строительная арматура. Также у нас есть и втулки. Но больше это электротехническая, допустим, сфера касаемо опрессовок. Я отвечу, что у нас ничего нет. Чтобы ровно сделать переход от 4 до 2, до 1 миллиметра до нуля, мы без потерь качества не получится. У нас, к сожалению, нет такого инструмента. И некоторые, допустим, менеджеры боятся ответить клиенту, что у нас нет подобного инструмента. Я это не боюсь делать, потому что наша задача не продать инструмент. Наша задача продать инструмент правильно, чтобы он был полезным. Вот и все. Поэтому я вам открыто говорю, что поищите какой-либо пресс в какой-нибудь другой компании. У нас просто такого инструмента нет. Ну вот и все. Наша рубрика вопрос-ответ на сегодняшний день подошла к концу. Задаем свои вопросы, пишем, не стесняемся и задавайте любой вопрос касаемо инструмента. Не бойтесь в том, что вы что-то не знаете. Будем разбираться вместе. Я буду рассказывать, буду объяснять. И все у вас получится. Все. Всем пока. До новых встреч. И, кстати, встретимся на канале YouTube. У нас там выходит множество различных видео. И недавно вышло видео о очень интересном аккумуляторном инструменте. Это ножницы гидравлические, ручные аккумуляторные. Посмотрите. Продолжение следует.